Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Екатерина Серебренникова. Я юрист, и в этом качестве я проработала в одном из крупнейших банков России. На сегодняшний день мой опыт позволяет мне утверждать, что я хорошо знаю систему взаимоотношений между банками и их клиентами, сложившуюся в нашей стране. К сожалению, то, что я знаю, меня совсем не радует. Ни как юриста, ни как гражданина своей страны, который хотел бы, чтобы в Российской Федерации соблюдались элементарные права человека и элементарная справедливость. Банки, которые должны способствовать росту и процветанию экономики, у нас превратились в безжалостную машину извлечения прибыли любой ценой. Сегодня, если ты взял кредит и попал в полосу материальных проблем, то ты беззащитен перед банком, в то время как на страже интересов банкиров стоит вся наша государственная система. Законодательство, регулирующее работу банков, несовершенно. Оно дает банку огромные преимущества перед заемщиком, фактически превращая клиента в заложника банка, часто разрушая его жизнь и бизнес, лишая его перспектив на будущее. Механизмы перегредитования, правила оценки стоимости залога, регулирование деятельности коллекторских агентств и договорное право в целом сегодня не позволяют заемщику выбраться из долговой кабалы и при определенных условиях работают исключительно против должника. Договоры о займе составляются так, что банк фактически заинтересован в банкротстве заемщика. Сегодня сплошь и рядом то имущество, которое отходит банку в случае неуплаты взносов по кредиту, по стоимости, многократно превосходит сумму, которую человек взял у банка взаймы. В результате хищнической политики банков в отношении должников сотни предприятий малого и среднего бизнеса ежегодно разоряются. Тысячи людей теряют все, что имели. Это несправедливо, неправильно с точки зрения интересов граждан и государства. Это тормозит развитие нашей экономики, создает атмосферу недоверия и враждебности в обществе, порождает в нем социальную рознь. Главный вопрос, который сегодня задают себе люди, столкнувшиеся с беспределом банков, звучит так. Почему, когда банки в кризисе, их спасают на наши общие бюджетные деньги, а когда в трудной ситуации простой человек, ему не помогает никто? Дмитрий Анатольевич, разве этот вопрос не кажется вам справедливым? Разве не этот самый вопрос выводит на улицы тысячи возмущенных людей в США, Италии, Испании и других странах, благополучие которых мы ранее не сомневались? Мне кажется, что Россия не должна повторять чужих ошибок. Мы должны ограничить всевластие банкиров, отбирающих у людей последнее, превративших банки фактически в рейдерские организации. И сделать это необходимо, как можно быстрее. Если этого не сделать в ближайшее время, то все наши успехи в экономике, все наши планы на будущее могут быть поставлены под сомнение быстро растущим недовольством большинства населения от безнаказанности и всевластия горстки наживающихся на чужой беде финансистов. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, я отправила на Ваш адрес письмо из детальной и четкой юридической аргументации своей позиции. Письмо, в котором я привожу конкретные примеры вопиющей несправедливости банков в отношении собственных клиентов. В этом письме нет эмоций, есть только констатация сложившейся ситуации. Хочу сказать Вам, что вопросы, которые меня волнуют, если их вовремя не разрешить, через какое-то время могут вызвать столько эмоций у простых россиян, что уже никто из нас не сможет обсуждать их в рамках чисто юридической дискуссии. От их решения зависит наш социальный мир, доверие общества к власти и будущее России. Поэтому я призываю Вас, как президента, избранного россиянами, и как гаранта прав каждого гражданина России, потребовать от законодателей скорейшего пересмотра всей системы контроля над деятельностью российских банков. И прошу Вас встать на защиту тех, кого сегодня фактически некому защитить. Спасибо.